Городские встречи 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 То есть вы понимаете, что мы можем цифровать то, что есть в компьютере, и то, что компьютер идентифицирует как «да» или «нет», так или иначе. То есть, соответственно, если человек в своей деятельности, в частности ученик, оставляет цифровой след, это его оценки, их очень легко анализировать и на этой базе строить какие-то предпосылки. Если, допустим, пациент, приходя в больницу, в том числе оставляет свой цифровой след, мы видим, каких врачей он посещает, какие диагнозы ему ставят, соответственно, опять же, может появиться рекомендация, как часто ему, допустим, заранее заниматься своим здоровьем, загодя, не ждать что-то. То есть вот такие простые алгоритмы, они теоретически хорошо известны и понятны, а вот внедрить их в жизнь – это как раз серьезная непростая работа. Сколько сейчас таких специалистов и есть ли в них потребность? В настоящее время практически нет у нас в стране таких специалистов, но только в крупных компаниях, типа Сбербанка, Мегафона, МТСа, специализированных. Там, конечно, эта служба уже существует на протяжении, может быть, года-двух. В госорганах это активно начинает внедряться в прошлом году. У нас практически каждый третий член правительства уже прошел обучение, ну, как руководитель он понимает, на что это влияет и как это помогает. Сейчас задача получить каждому министерству своего глубоко подготовленного специалиста, аналитика, как раз дата-менеджера, который сможет поднять все данные, которые, в принципе, так или иначе существуют, их очистить, сделать доступным другим службам и наладить их аналитику, постоянно действующую. Перед нами стоит задача к концу учебы сформировать группу из 30 специалистов, которые, ну, как раз покроют все подведственные учреждения правительства, начнут собирать и обрабатывать данные, и эти данные будут источником для ситуационного центра. У нас также в этом году должен появиться ситуационный центр правительства, куда будет стекаться в онлайн-режиме вся информация, ну, вся, которая только есть. Вот, и это как раз инструмент для современного способа решения управленческих задач. Кого вы ищете в школу? Это студенты или это уже люди с большим опытом? Нужно ли соответствующее образование? Вот кто может прийти? Вот смотрите, мы, на самом деле, очень долго пытались ответить на этот вопрос, но как таково не существует желательное портфолио. Соответственно, мы будем обращать внимание на, прежде всего, математические способности человека. Ну, я это характеризую так. То есть человек не должен бояться математики, это не должен быть кандидат физмат-наук или выпускник мехмата МГУ. Человек должен, который, ну, по крайней мере, не боится математики, понимает, что цифры – это очень удобный инструмент, и с ними можно делать все, что угодно, извлекать очень много интересного. Он это дело должен любить и не бояться, прежде всего. То есть вот это вот, как бы, точка отсечения. Следующий аспект, конечно, поскольку мы формируем человека, который занимается формированием управленческих решений, у него должен быть широкий взгляд и достаточно существенный жизненный опыт, и опыт, в том числе, работы по профессиям. Поэтому, ну, я думаю, что это 25-30 лет, все-таки это не студенты. То есть студент, к сожалению, не обладает тем бэкграундом необходимым. То есть я думаю, что даже если там хорошо подготовленный математический студент попадет в серьезное заведение, скажем, в министерство, то есть он просто не сможет заставить себя, так сказать, слушать серьезно. Поэтому здесь, конечно, должен быть человек зрелый. Мы этих людей набираем открытым конкурсом. Соответственно, в конкурсе могут участвовать все действующие сотрудники всех министерств. Просто люди с занятостью, ну, в общем-то, в любой сфере. Я не исключаю, что будут и там младшие научные сотрудники, и, в принципе, даже выпускники вузов, я думаю, что тоже будут участвовать. Ну, посмотрим, да, то есть нам очень важно посмотреть, кто придет. То есть мы надеемся на входе получить порядка, наверное, 600 заявлений, 600 заявлений, а выбрать нам надо будет 35-40 человек для того, чтобы они стартовали. Значит, отбором занимается университет 2035, то есть у них есть как раз разработанная и отработанная уже несколько раз за прошлый год методика отбора кадров. Это тестирование? Да, это тестирование, то есть как раз это выявление, ну, то, чего я сказал, да, то есть математических бэкграунда, математического бэкграунда человека, чтобы ему легко было работать с цифрами. Партнерами этой школы являются ОСИ, университет 2035, РАНХИКС, наш радиотехническая академия и РГУ имени Есенина. То есть вот мы таким большим, скажем так, коллективом учебных заведений сформировали программу. Программа будет длиться 4 месяца, состоять из нескольких модулей. Ну, основной модуль – это дистанционный, это отработка навыков аналитики. Мы работаем с действующей, ну, я думаю, что одной из самых популярных в Российской Федерации систем, которая, кстати, разработана в Рязани. Это рязанские ученые ее на протяжении 20 лет разрабатывают, называется аналогеном. Эта система помогает, ну, в общем, извлекать смысл из большого количества данных. Система адаптирована, ну, она по сложности, наверное, как 1С, да, то есть не надо быть глубоким программистом или глубоким математиком, чтобы ей пользоваться. Вот, ну, то есть надо просто понимать, что происходит, дальше система освобождает человека там от большой рутинной математической работы. Вот, помогает данные очищать, систематизировать, ну, и делать те или иные выводы. В течение нескольких дней московские как раз преподаватели из Ранхикс и АСИ нам дадут представление, ну, нашим слушателям дадут представление о современных подходах, о том, в принципе, что и как из данных можно извлекать, какие есть положительные практики международные и, как бы, российские. Вот, потом, значит, вот эта дистанционная работа с базой данных логеном. Затем у нас в течение двух месяцев будет проходить стажировка в министерствах с семинарской работой с преподавателями. И вот здесь как раз учебно-исследовательская работа. То есть мы на выходе должны получить специалиста, который понимает, где в каждом министерстве находятся эти данные, какие данные там, в принципе, собираются. Он это понимает не только исходя из теоретической подготовки, прослушав там те или иные лекции, но он уже, ну, несколько раз побывал в этом министерстве, поработал с этими системами. Вот. И в качестве дипломной работы этот слушатель должен будет подготовить и защитить, ну, так называемый дэшборд министерства. Компьютерная программа, которая собирает в режиме реального времени всю информацию, стекающуюся в министерстве, отображает ее удобным способом для того, чтобы министр понимал, да, то есть какая там, скажем так, средняя температура по больнице складывается, когда, где какие угрозы и так далее, да. То есть это вот как раз тот источник ежедневного мониторинга, постоянно действующего, который необходим. Но это не программу надо написать. Нет, нет. То есть настроить потоки информации. Да, да, конечно. То есть сама по себе программа есть. Нужно связать ее с источниками данных, провести первичную обработку, вот, провести визуализацию этих данных. То есть они должны, ну, понятным способом изображаться для того, чтобы было удобно пользоваться, да, и принимать оперативные решения. Вот. А дальше уже человек приходит на работу вот в это подведомственное учреждение и начинает там строить определенные гипотезы и выявлять там те или иные процессы, закономерности и выстраивать рекомендации и механизмы. Есть ли аналоги в России? Мы на кого-то опираемся или мы первопроходцы? В России есть аналоги у наших технологических лидеров. Конечно, вот в этом большого успеха добился Сбербанк, естественно, там наши сотовые операторы. Я абсолютно уверен, что все очень хорошо у Яндекса и у Мэлру с этим. Но в органах власти получается еще нигде? В органах власти еще нет нигде, да. То есть эта работа ведется параллельно, я думаю, что в пяти-шести субъектах пытаются как раз выстроить такие же учебные центры, вот, в силу того, что это работа с листа, да, то есть мы не опираемся ни на чей опыт, его просто не существует. То есть поэтому мы и называем, что это учебно-исследовательский проект. То есть наша задача не просто научить людей, а в том числе и провести исследования. То есть мы должны выявить вот эти вот как раз источники информации. Куда бежать, подавать документы и когда это можно сделать? Значит, у нас есть портал digitalr.ru, это портал, где вся информация по цифровым проектам освещена. Соответственно, там есть ссылка на проект CDO. Значит, до 15 февраля надо пройти первичную регистрацию, ну, просто подать заявку, что вам это интересно, оставить электронную почту, телефон и имя, фамилия. Значит, у нас тестирование начнется 15-го числа, будет длиться несколько дней. То есть к моменту тестирования все зарегистрировавшие получат точку доступа, по ней зарегистрируются, пройдут тестирование в течение двух часов примерно. И соберем конкурсную информацию. Мы примерно 25-го числа, вот, соответственно, вот 25-го, 26-го числа мы уже будем понимать, кто у нас попал в первую группу. Спасибо вам большое за интересную беседу, удачи в реализации проекта. Нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был Игорь Горских. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!